А у нас пятница вчера просто, конечно, капитальная была. Давно таких пятниц, которые были насыщенными, столькими событиями не было. Аварий вчера по городу просто, ну, конкретно было. На мосту 10 машин один раз, потом ДТП на том же мосту, на новом, второй раз через некоторое время. На левом берегу куча аварий, на правом берегу просто почти на каждом перекрестке. Ну, образно, конечно говоря. Почему-то все ДТП, которые я видел, ну, конкретно я видел, по городу Шкатаюсь, и, ну, как минимум процентов 30 из всех этих аварий я видел. Они случились по причине того, что кто-то выехал навстречу. На мосту обе аварии были, тоже по встречке на мосту летели. Ну, просто с ума можно сойти от таких долбанов, которые выезжают на мосту навстречу. Вдобавку, у нас недавно был хороший инцидент, который реально должен включить мозг всем. Когда всем уже нашумевшая эта новость, когда выехал навстречу автомобиль, случилось ДТП и просто перелетел, по-моему, Форд Фокус. Он просто перелетел за борт и улетел в реку. Ну, естественно, все погибли. Все знают про эту новость, все знают, что новостой творится. И мост ненадежен в этом плане, что там спокойно можно перелететь через ограждение. Все равно выезжают навстречу. Да, там была тягнучка. Да, медленно все ехали, но не стояли. Скорость где-то 30 было километров в час. То есть медленно, но все двигались. Нет, кому-то захотелось выехать навстречу. Ну, не долбаны. Ладно, бог рассудит. Ну, денечек вчера, конечно, вы увидите видео, конечно, попозже. Но мы подводим итоги за неделю, поэтому... То, что у нас случилось завтра и пойдет в этот выпуск. Вчера еще интересная была ситуация. Ну, это по моей работе. Приезжаю на Тополь, а уже темно. Еще не ночь, но уже темно. Где-то часов 9 в этом районе. Приезжаю на Тополь, смотрю возле подъезда, который мне нужен. Стоит таксерик. Два типка крутятся. Явно не обычные, а немножко наркомовиты. Ну, я думаю, блин, мозг включать-то надо. Автоматически уже включается в таких ситуациях. И чувство самосохранения немножко начинает работать. Ну, думаю, блин, где же это чувство самосохранения? И оно мне говорит. Дим, все нормально, иди, иди отдавай заказ. Ну, думаю, ладно. Прохожу подъезд мимо этих типочков. Ну, вроде бы все нормально. В основном, конечно, 99% это ложные вызовы, которые в голове у тебя. Или у кого-то другого. Ну, 1%. Нужно о нем всегда помнить. Мозг должен всегда включаться. И педаль такой в гараж, ой, в подъезд. Прохожу этих типочков. Ну, вроде все нормально. Ребята более-менее адекватные. Общаются на свою тему. Что по поводу компьютеров. Ну, в общем, задроты. Открываю подъезд. Домофон звоню. Мне открывают подъезд. И я смотрю, как тело стоит и кровь сгребает в веник лопатой. Ой, веником. Наговорил. В лопату веником сгребает кровь. А второе тело стоит и наблюдает за всем этим. И тут у меня в голове картина моментально. Два таксиста, не привлекая внимания, стоят, общаются на какую-то компьютерную тему. На шухере. Второй типок стоит, наблюдает за всем этим делом, чтобы в случае каких-то терок дать по голове и этого же человека, который их спалил, тоже туда в подвал. На первом этаже подвал открытый. Подвал туда скинуть. И тут очко начинает сжиматься. И я просто в ступоре. То есть картина. Я не могу ни в одну сторону пойти, ни в другую сторону не могу пойти, потому что и там, и там меня уже ждут. В общем, сердечко начало биться быстрее, благо все обошлось. Оказалось, что ребята просто приехали на такси и шли отдыхать. У них была бутылка красного вина, которую они благополучно в подъезде расфигарили и стояли, убирали. То есть ребята оказались настолько интеллигентны и нормальны, что они после собой даже убирают. Несмотря на то, что они в гости пришли в чужой подъезд. Вот такой вот интересный инцидент произошел, который заставил понервничать. Ну и что касаемо новостей, то есть я даже не знал, оказывается, его уже давно представили. Запорожский завод начинает потихоньку оживать, ну, если верить новостям. И у нас появляется новая, славуто нова называется. По картинкам, конечно, по фотографиям довольно-таки приятный внешний вид. Я не ожидал, что так конкретно изменится внешний вид автомобиля по сравнению со славутой, которая была раньше. Выпускалась, значит, славуто с 99-го аж года и по 11-й, и не меняла вообще сильно внешний вид. А сейчас прям сумасшедше поменяла. Значит, давайте немножко расскажу, что это будет такое. Построена она на платформе хэтчбека Cherry M11. И будет комплектоваться 93-х сильным двигателем, объемом 1,6 литра, отвечающим нормам Евро-6, ну, это такое, еще нужно доказать это. Пятиступка будет стоять. Также в планах у них всовывать в эти автомобили 1,3-литровые турбомоторы и вариаторы. Ну, в общем, интересно, насколько славуто по внешнему виду она, конечно, выросла в глазах потенциальных покупателей, как мне кажется. А вот цена, ну, было бы интересно. Следующая, не менее интересная новость, это, значит, власти нашли способ, как резко улучшить качество дорог Украины. Ну, я почитал и, конечно, был очень в шоке немного. Короче, значит, они хотят создать дорожный фонд, в который будет составляться из акцизов на нефтепродукты и транспортные средства. То есть, ожидаем сразу же повышение цен на авто и повышение цен на бензин. Ввозной пошлины на импортные нефтепродукты, транспортные средства и шины. То есть, опять же, они будут драть деньги с акцизов на автомобили и на топливо. Плюс еще и пошлины хотят, ну, почему бы и нет. Еще возрастет цена на бензин и на автомобили, плюс еще и на шины. Шины и так сейчас стоят недешево. Ну, благо на барахле можно найти достаточно неплохие экземпляры, что еще радует. А новую шину уже сейчас, так, по карману, даже одну купить. Да, ладно. Дальше платы за проезд по автомобильным дорогам, транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают норму. Тут правильно. Тут я абсолютно согласен. Если вы хотите, чтобы сверх нормы вы провезли по весу, это убивает дороги, поэтому за это и нужно платить. Но, опять же, если фура везет тот же бензин, либо же шины, это опять увеличивает стоимость этих товаров, которые он везет. Доходов от платных дорог. То есть, ну, они сейчас еще не сильно распространенные, но мы к этому движемся, что будут платные дороги. Но, опять же, эти деньги не будут уходить на строительство и ремонт дорог. А эти деньги будут уходить в основном на карманы тех, кто держит этих дороги. И поддержание неспосредственно той дороги, которая является платной. Так, в свою очередь, накапливаемые средства предполагают тратить. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. Ну, да. Надлежащее содержание и своевременный ремонт автомобильных дорог общего пользования и улучшение технического состояния. Ну, да. Ремонт и реконструкцию существующих мостов. Ну, в общем, бла-бла-бла. Все это одно и то же. Мы все прекрасно знаем, как это будет выглядеть. Все будет так, как и было, и в карманах других людей. Но, мы можем посмотреть на дороги Днепра, которые в этом году конкретно сделаны. И несмотря на то, что не было вот этих всех новых пошлин, новых акцизов и всего остального. В этом году просто везде сделали автобаны. Даже я смотрю, во дворах и там делают новый асфальт, где десятками лет никто не делал дороги. Посмотреть сейчас по городу проехаться, ну, процентов 5 дорог главных, я говорю про главные дороги, которые можно назвать латочно сделанными, по которым не очень приятно ехать. А убитых дорог уже нет. При этом нефту, вот этих всех акцизов и всего остального. То есть, опять же, все пойдет, сами знаем, куда оно пойдет. Мы будем платить больше за газ, больше за бензин, больше за шины, больше за машины. И толку никакого. Вот такие вот новости, друзья. Печальные. Ладно, поехали дальше. А Топ Гир возвращается в интернет, возвращается на наши телеэкраны. Все мы знаем, что оно закончилось из-за скандала Кларксона с BBC. И сейчас, благодаря Амазону, решили восстановить что-то нечто подобие Топ Гира. Название его должно быть, судя по трейлеру, The Grand Tour. Ну, посмотрим еще по названию, пока не пишут точно, как оно будет называться. Но вроде пока The Grand Tour. И, как минимум, мы увидим 36 эпизодов, которые они планируют снять за 3 года. Потому что у их троих, у Хамонда, Мэй и Кларксона, контракт с Амазоном по поводу 36 серий. И они планируют потратить на эти все серии больше 250 миллионов долларов. То есть, теоретически, нас ждут реально крутых 36 серий, похожих на Топ Гир. Они планируют делать похожее что-то на Топ Гир. Так что увидим, скоро, уже очень скоро, у нас появятся новые интересные серии у тех же интересных ведущих. Также следующее, что пишет, что венгров удивила наша Нива. Ну, поскольку они там все достаточно умные люди, и их не удивил мотор 1.7, который устанавливается в Урбан, 82-сильный двигатель. Их не удивило. Их абсолютно не то, что не удивило, а даже расстроило то, что внешний вид автомобиля не поменялся. Но, как пишет новостной источник, их удивила проходимость. Да кто не знает, как Нива проходит. Ну, блин, еще с 80-х годов Нива была, блин, одной из самых лучших автомобилей по проходимости. И только сейчас венгров это удивило. Мне кажется, там какой-то журналист из Венгрии сидел, его это одного человека удивило, и они тут решили новость написать, что венгров удивила наша Нива. Капец, конечно. Кого она сейчас может удивить проходимостью? Все знают, что Нива лучшая по проходимости. Ну, тут, конечно, сейчас могут начаться споры по поводу УАЗ или Нива. И те, и те варианты автомобилей проходят любые преграды. Но, мне кажется, для Нивы никакой преграды нет. Вот реально, Нива пройдет везде. Вот такие вот, друзья, новости. Увидимся с вами в следующих видео, со следующими новостями. Пока.